Hi, do you practice your English 20 minutes a day? I hope so. Вы практикуете английский 20 минут в день? Я надеюсь, что да. На прошлом уроке мы разобрали present simple для третьего лица единственного числа, а сегодня сделаем языковую прокачку, чтобы вы, не задумываясь, добавляли s в конце глагола. Ну что ж, поехали. Водить машину. Drive a car. Он часто водит машину. Переводим. He often drives a car. В конце drive ставим окончание s. Он не водит машину. He doesn't drive a car. Does забрала на себя s у глагола. Он никогда не водит машину. He never drives a car. У drive окончание s. Take care of. Заботится о ком-либо. Take care of. Она всегда заботится о своей семье. Переводим. She always takes care of her family. Еще раз. She always takes care of her family. Она не заботится о своей семье. She doesn't take care of her family. Она никогда не заботится о своей семье. She never takes care of her family. Get a good job. Получить хорошую работу или устроиться на работу. Get a good job. Моя сестра обычно устраивается на хорошую работу. My sister usually gets a good job. Моя сестра не устраивается на хорошую работу. Моя сестра никогда не устраивается на хорошую работу. My sister never gets a good job. Помним, в английском всегда только одно отрицание. Молодцы, качаем дальше. Invite to the party. Пригласить на вечеринку. Invite to the party. Он редко приглашает своих друзей на вечеринку. Он не приглашает своих друзей на вечеринку. Он никогда не приглашает своих друзей на вечеринку. He never invites his friends to the party. Discuss a problem. Обсуждать проблему. Discuss a problem. Ее брат часто обсуждает проблему со своей женой. Ее брат не обсуждает проблему со своей женой. Her brother doesn't discuss problems with his wife. Ее брат никогда не обсуждает проблему со своей женой. Her brother never discusses problems with his wife. Ride a bike. Кататься на велосипеде. Ride a bike. Наш сын катается на велосипеде каждое лето. Наш сын не катается на велосипеде каждое лето. Our son doesn't ride a bike every summer. Наш сын никогда не катается на велосипеде. Our son never rides a bike. Go for a walk. Ходить на прогулку. Go for a walk. Обычно она ходит на прогулку после обеда. She usually goes for a walk after lunch. Она не ходит на прогулку после обеда. She doesn't go for a walk after lunch. Она никогда не ходит на прогулку после обеда. Потренируйтесь в переводе этих предложений и повторите слова предыдущих уроков. В следующем видео узнаете зачем. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Bye-bye!